на часах 4.30 утра сегодня я расскажу о том как можно полетать на воздушном шаре в дубае так как это туристический аттракцион то вам придется купить пакет в который будет входить трансфер вас заберут из дубая а также легкий кофе до шара и завтрак в лагере бедуинов после шара в нынешние тяжелые времена с 50 процентной скидкой это все стоило около 180 долларов на человека в начале шар наполняют воздухом с помощью больших вентиляторов а после этого включают горелку и он уже начинает обретать свою форму как только шар начинает оторваться от земли людей быстро просят пройти на посадку в корзину влезает до 20 пассажиров корзина разделена на 5 зон в центральной сидит пилот и газовые баллоны а в 4 пассажирских пассажиры взлет на воздушном шаре в безветренную погоду практически незаметен корзина просто отрывается от земли и в какой-то момент ты понимаешь что вы уже летите в 10 20 метрах над поверхностью земли в арабских эмиратах не так много компаний которые запускают воздушные шары даже более того кроме вот этих трех шаров которые летят сейчас вместе с нами я не видел других в небе над арабскими эмиратами сейчас когда я говорю арабские эмираты это все и северные эмираты включая дубай потому что в абу-даби мы до сих пор поехать не можем без предъявления теста на ковид сам полет на воздушном шаре ничем не примечательный вы летите вместе с воздушными массами в абсолютном штиле и залипаете что у вас внизу обычно на воздушных шарах летают в тех местах где есть какие-то красивые объекты на земле это может может быть красивый рельеф как в каппадокии это могут быть пагоды как в багане в янме или животные как в африканской саванне здесь же вы можете просто посмотреть на дюны откровенно говоря это не самые красивые не самые высокие дюны которые можно найти вокруг дубая поэтому чтобы увидеть больше красоты нужно снижаться ниже уже значительно интереснее и здесь можно увидеть что у шаров достаточно большая скорость относительно земли что повлияет на эффектность посадки но об этом позже живности в арабских эмиратах не так много но несколько видов антилопы газели можно увидеть вот в частности здесь нам повезло и мы увидели одну очень быстро убегающую животину как видно скорость воздушного шара относительно земли все еще достаточно высокая что означает что посадка будет экстремально но для начала нужно отлететь на плоскую поверхность собственно куда мы сейчас и летим хотя экстремальная конечно посадка будет для туристов которые это видят в первый раз для капитана это обычная процедура вот так это выглядит все со стороны якобы не спеша готова приближается земле а вот так это выглядит в реальности посадка была действительно интересно это наши следы как мы садились то есть он несколько раз бился в землю ну и здесь еще раз хочется заметить что такая посадка конечно является совершенно обычной и абсолютно безопасной и экстремальная она кажется только тем кто видит ее первый раз на дальше нас везут на завтрак на прекрасных старых мандроверах эти ребята их восстановили и небольшой отрезок мы проехали на них ну а вот и бедуинский кэмп нас сюда привезли для завтрака давайте посмотрим что есть внутри красиво сделано красиво декорировано сначала посмотрим на птицу и всего месяца здесь делал совершенно прекрасный завтрак для пустыни с фруктами в общем место красивая завтрак вкусный и если подумать сколько стоит красивый завтрак в дубае то весь этот аттракцион с воздушными шарами оказывается не такой уж и дорогой тут же туристов катают на верблюдах ну катают вы проезжаете 50 лет динфекция на самом деле конечно главный аттракцион это как не упасть с верблюда когда он встает а ты держишь одной рукой камеру и то же самое как не упасть с верблюда когда он обратно ложится на этом все едем обратно в дубай надеюсь вам понравилось и если вы будете в дубае и ни разу не летали на воздушном шаре почему бы это не сделать здесь